вопрос о том одиноко ли человечество в бескрайних космических просторах волнует наш рот с тех пор как мы впервые взглянули на звездное небо может быть где-то там далеко на орбите некоторых из них есть живые миры погружаясь в глубины космоса исследуя научные философские и культурные основы мы попытаемся сегодня понять что заставляет людей думать что они не одиноки во вселенной и почему поиски внеземной жизни волнует не только писателей фантастов и ученых но и обычных обывателей как мы с вами на самом деле концентрация на этом обусловлена целым рядом факторов начиная с астрономического количества звезд и планет и заканчивая древними преданиями плетенными в нашу коллективную историю это сложно объяснить но что-то подсказывает нам что где-то там должны существовать другие разумные формы жизни быть может кремниевая или синтетическая жизнь на базе метана или другие биохимические варианты да их физические особенности мышление коммуникации и методы размножения для нас останется загадкой еще наверное очень долго однако несмотря на отсутствие подтвержденных внеземных контактов вера в наших межзвездных соседей остается резонансной и все проникающей чертой человеческого бытия в разных культурах поколениях и цивилизациях необъяснимость космоса вызывала общее чувство удивления а также подозрение что в нем должно быть нечто больше чем кажется на первый взгляд ведь по сути человечество на сегодняшний день рассмотрела лишь каплю в море космоса и продолжая следовать этот вопрос можно прийти к выводу что есть достаточно причин по которым люди считают что они не одиноки во вселенной во первых это конечно же масштабы нашего огромного мира вселенная непостижимо огромна а может быть даже бесконечно в ней миллиарды галактик каждый из которых содержит миллиарды звезд а количество планет во вселенной почти непостижимо даже в нашей собственной галактике млечный путь по оценкам насчитывается до миллиарда планет здесь даже старфилд бессилен все просто закон больших чисел говорит о том что при таком количестве возможностей для возникновения жизни статистически маловероятно чтобы земля была единственным местом где она есть и наверняка даже простейший гуманоид ждет своего открытия во вторых последние десятилетия были обнаружены тысячи экзопланет планет за пределами солнечной системы некоторые из которых находится в так называемой зоне обитаемости своих звезд зоне где температуры и другие условия позволяют существованию жидкой воды а достижения в области астрономии и астрофизики выявили возможность существования пригодных для жизни условий на лунах и планетах в пределах солнечной системы такие как подповерхностные океаны на луне юпитера европе и луне сатурна энцеладе более того вода может быть и не главным фактором поскольку жизнь может развиваться иначе и какой-нибудь совершенно случайный сухопутный ихтиандр мог мутировать до неузнаваемости в третьих это разнообразие жизни на самой земле например открытие экстрамофилов организмов способных выжить в экстремальных условиях кроме воркуты расширила диапазон сред в которых может существовать жизнь это могут быть самые экстремальные и разнообразные условия от глубоководных гидротермальных до кислотных горячих источников от холодных тундр до сухих и жарких пустын такая устойчивость и адаптация к жизни на нашей планете позволяет предположить что жизнь может закрепиться и в других условиях именно поэтому у нас появилась астробиология научная дисциплина рассматривающая возможность появления эволюции и сохранения жизни на других планетах во вселенной а в решении некоторых задач астробиология тесно соприкасается космической биологии и космической медициной возникшими связи с активным проникновением человека в космическое пространство четвертых органические молекулы являющиеся строительными блоками жизни были найдены на кометах астероидах пылевых и газовых облаках космоса эти открытия указывают на то что основные ингредиенты для жизни не является уникальными для земли и по сути широко распространены в космосе хотя обнаружение органических молекул само по себе не является доказательством существования жизни однако она поддерживает гипотезу о том что органические молекулы могут формироваться в космическом пространстве и затем попадать на планеты и их спутники где условия могут быть благоприятными для возникновения и развития жизни в частности на комете чурюмова герасименко были обнаружены сложные органические молекулы такие как эзотистые основания это открытие может указывать на то что кометы могут играть роль в распространении органических молекул и возможно даже простейших форм жизни в солнечной системе и за ее пределами а простейшие формы могут сложиться со временем в нечто покрупнее адаптируясь к новым условиям тем не менее для того чтобы сделать вывод о существовании жизни на основе обнаружения органических молекул необходимо найти доказательства биологической активности такие как следы метаболизма биохимические циклы или хотя бы окаменелые останки инопланетяшек на данный момент таких доказательств к сожалению не обнаружено но мы не теряем надежды в пятых законы физики и химии жизни как мы их понимаем действуют во всей вселенной учитывая одинаковые элементы одинаковые строительные блоки и одинаковые правила кажется вероятным что процессы которые привели к появлению жизни на земле происходили и в других местах в шестых вера в жизнь на других планетах дает нам шанс построить свой дом где-то далеко вне земли поскольку возможно через несколько десятилетий или сотен лет человечество если не самоликвидируется то вероятно столкнется с такими проблемами как перенаселение изменение климата ограниченность ресурсов и другие непредсказуемые сложности то идея поиска других пригодных для жизни миров становится все более привлекательной то есть выявление планет на которых может существовать жизнь человека это на самом деле большой шаг к возможной колонизации других миров в будущем а это прекрасный стимул продолжать технологически развиваться и дальше из всего этого вытекает седьмая причина поиск внеземной жизни стимулирует развитие технологий и инноваций разработка новых космических аппаратов приборов и методов анализа данных не только помогает в этом поиске но и способствует прогрессу в других областях науки и промышленности к слову исследователи проекта сети используют мощные телескопы для поиска сигналов от других внеземных цивилизаций хотя до сих пор не было обнаружено никаких однозначных признаков сам поиск укрепляет идею и о том что в далеких системах могут существовать другие развитые виды цивилизации возможно многогранно превышающий по технологиям нашу просто они очень скромны восьмых мы конечно же не можем обойти стороной многочисленные сообщения о встречах с нло и утверждения о контактах с внеземными цивилизациями вполне возможно что кого-то из вас уже похищали пришельцы но выслушав вашу непростую историю жизни вернули обратно да конечно в действительности все эти сообщения не имеет подтвержденных научных доказательств но все же они побуждают некоторых людей верить в возможность существования разумных форм жизни посещающих землю из далекого космоса более того популярная культура оказала большое влияние на этот феномен фильмы книги и даже детские новеллы изображающие зеленых но чаще синих человечков и необъяснимые объекты в небе определенным образом внедряют эту концепцию в коллективное сознание на протяжении всей истории человечества поступали сообщения о небесных чудесах или знамениях а теперь через современную призму они рассматриваются как потенциальные свидетельства появления внеземной жизни хотя наблюдение нло реальные в том смысле что люди видят то что не могут объяснить научный мейнстрим утверждает что необъяснимое не обязательно равно внеземной жизни наука постоянно пытается расшифровать неизвестно и аномально некоторые из них в конечном итоге объясняется природными или антропогенными явлениями но и последнее наверное это просто научное любопытство обнаружение жизни за пределами земли возможно станет одним из самых глубоких научных открытий в истории человечества потенциально отвечающим на известный вопрос о том одиноки ли мы во вселенной еще в 1961 году астроном фрэнк дрейк даже разработал уравнение для оценки количества цивилизации в нашей галактике с которыми мы могли бы пообщаться она выглядит так хотя уравнение дрейка имеет много неопределенностей и переменных которые не очень хорошо изучены она вызвала диалог и размышления укрепляя идеи о том что мы можем делить галактику с другими разумными видами хотя ни один из этих пунктов перечисленных выше не является конкретным доказательством существования жизни за пределами земли в совокупности они создают убедительное доказательство которое заставляет многих считать существование внеземной жизни скорее вероятным чем нет постоянное стремление понять наше место во вселенной является одним из основных стимулов человеческого любопытства и продолжать расширять границы науки исследований и воображений а что вас заставляет думать что мы не одни во вселенной или все-таки мы единственны в своем роде и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok